В рамках национального проекта управления водными ресурсами в Узбекистане создан отраслевой совет по развитию профессиональных знаний и навыков в сфере водного хозяйства, а также Центр повышения квалификации руководящих кадров в данной области. О реализации данного проекта Ольга Русакова. Источник жизни и важнейший компонент всех производственных процессов. Пресная вода используется в аграрной, энергетической сфере, а также на всех этапах выпуска любой продукции. К примеру, для производства одного автомобиля требуется от 52 тысяч литров до 83 тысяч литров воды, смартфона 12 тысяч литров, одной пары кожаной обуви 13 тысяч литров, а футболки из хлопка 2,4 тысячи литров. Нетрудно представить, каким последствиям может привести дефицит стратегически важного ресурса. Это прямая угроза сельскохозяйственному производству, сокращение объемов экспорта, ухудшение качества жизни населения, занятого в сельском хозяйстве. Поэтому решение для эффективного водосбережения и рационального использования неизменно в тренде. В рамках подписанного в 2020 году соглашения между Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и Министерством водного хозяйства нашей страны осуществляется национальный проект управления водными ресурсами в Узбекистане. Он призван улучшить условия жизни сельских жителей посредством интегрированного, прозрачного и основанного на потребностях управления водными ресурсами и решить целый ряд других важных задач. В рамках его реализации в республике создается система мониторинга эффективного использования воды в 13 бассейновых управлениях ирегационных систем и 152 районных отделах ирегации. Первоначально мы сфокусировались на Каракалпахстане, Бухарской, Хорезмской и Сурхандаринской областях. За прошедшее время их жители приобрели необходимые навыки в сфере агробизнеса, что позволило решить поставленные задачи и повысить благосостояние местного населения. В настоящее время мы работаем по всей республике и рады способствовать реализации задач определенных стратегий развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Проектом предусмотрено создание отраслевого совета по развитию профессиональных знаний и навыков в сфере водного хозяйства, а также Центра повышения квалификации руководящих кадров данной области. В открытии учебного центра, Центра повышения навыков работников сельского водного хозяйства в республике Узбекистан, поддержанной Европейским Союзом и программой ЮНЕСКО в Узбекистане. И наш проект сделал вклад в учебный центр, который создан в здании Министерства водного хозяйства. Мы закупили компьютеры, офисное оборудование и разработан уникальный учебник по водосберегающим технологиям. И главная задача этого учебного центра вместе с Центром повышения квалификации, развития навыков, это поддержка тех реформ, которые сегодня идут в нашей республике по повышению эффективности сельского и водного хозяйства. Процесс обучения в данном центре организован швейцарским агентством по развитию сотрудничества совместно с Национальным исследовательским университетом Ташкентский институт инженеров ригации и механизации сельского хозяйства на основе грантов Европейского Союза.